Я хочу, чтобы меня уважали, чтобы со мной считали, чтобы к моему мнению прислушивались, чтобы меня не обижали, чтобы меня не обманывали. С таким надрывом и болью выступали участники иранской конференции. Каждый говорил о своем, о личном. Разговоры о нарушении прав и свобод человека постепенно сменяются размышлениями о смысле жизни, границах свободы и познания. Иранская тема, или сегодня Афганистан, или вчера Сирия, она всегда будет провокатором тех вопросов, которые задает себе каждый человек. Зачем я живу, почему я это делаю, как я проживаю свою жизнь и в чем ответственность моя человеческая. Секрет успеха в уникальном актерском составе. Всего задействовано 24 актера. Состав постоянно меняется. Математики подсчитали, что если менять актеров, получится более 400 комбинаций, и далеко не все еще из них сыграны. Но именно в Нижнем Новгороде случилось знаковое событие для всей актерской труппы Театра наций. Мы играем уже два года, да? Так как вчера не было никогда. Но некоторые говорят, так никогда не молчали. И тишина, и реакция были точные. Как будто мы были в сговоре. У вас такие богатства культурно-художественные, исторические. И это все и сейчас в этой программе в связи с юбилеем города многое восстанавливается. И слава Богу, и слава Богу. Я желаю, чтобы понимали все в городе, что культура, история, культура, народ – это зритель, который вчера у нас был. Это достояние России. Это достояние. Спектакль «Иранская конференция» стал заключительным для фестиваля «Золотая маска». Проект «Золотой маски» – часть масштабной юбилейной программы, приуроченной к 800-летию города. На площадке Театра юного зрителя состоялись показы спектаклей. «Сон в летнюю ночь» – мастерской Фоменко, «Старый дом» – театра, центра драматургии и режиссуры. И «Дети солнца» – новосибирского театра «Красный факел». Проблема «Золотой маски» в том, что хотелось привезти все. И была проблема именно выбора. И мы очень долго советовались. Для Театра юного зрителя принимать такой лучший фестиваль. Давайте называть вещи своими именами. То есть это лучший фестиваль в нашей стране. И для нас это большая честь и огромная ответственность. Конечно, весь коллектив театра очень старается, чтобы всем нашим гостям было максимально комфортно. Организаторы надеются, что театральный праздник продолжится и в 2022 году, когда на фестиваль привезут новые спектакли. Александра Шеломцева, Любовь Шапко, Иван Масов. Время новостей.